Античные фразеологизмы Русский язык очень богат. Он содержит слова из самых разных пластов лексики. Откуда же берутся фразеологизмы? Какова история их происхождения? Вспомните, какие устойчивые обороты вам знакомы. Какова история их возникновения? Что они обозначают? Особую группу фразеологизмов составляют обороты, которые своими корнями уходят в глубину античной эпохи. Источником таких фразеологизмов служит история и мифология. Зная причину возникновения фразеологизма, очень легко разгадать его смысл, удачно и в нужный момент вставить в речь. Античные фразеологизмы могут передавать чувства, эмоции, личное отношение, служить средством для тонкого намека. Фразеологизм Сизифов труд. В древнегреческом мифе рассказывается о хитром царе Сизифе, который много раз обманывал богов, чтобы продлить свою жизнь на земле. Сизиф, проявив невиданную ловкость, заковал бога смерти Танота в оковы. Разгневанный Зевс присудил ему за это страшные муки. Сизиф вечность вкатывает камень на вершину горы, но на самой вершине камень с грохотом срывается вниз, и все начинается сначала. Выражение Сизифов труд стало обозначать тяжелую, изнурительную, бесполезную работу. Фразеологизм Танталовы муки. Доподлинно неизвестно, какое именно преступление совершил Тантал, мифический фригийский царь. Древние легенды рассказывают об этом по-разному. Одни говорят, что Тантал осмелился раскрыть какие-то тайны богов. Другие утверждают, будто он сумел похитить у богов нектар и амброзию, небесную пищу и напиток, которые наделяли богов бессмертием. Был, наконец, и такой слух. Тантал, которому боги частенько захаживали в гости, так возгордился, что пожелал проверить, насколько всеведущие олимпийские небожители. Он убил своего сына и приготовил из его мяса кушанье для богов. Это преступление раскрыли, и наказание было ужасным. В царстве мертвых Тантал стоит по горло в прозрачной воде озера, а над его головой нависают ветви с сочными плодами. Но он не может напиться или утолить голод, так как вода исчезает у самых его губ, а порыв ветра высоко поднимает ветви, как только он протягивает к ним руку. Тантал испытывает постоянный голод и мучается от жажды, но тщетны его мольбы к богам. Танталовые муки – это страдания от недосягаемости желанных вещей, которые находятся, казалось бы, на расстоянии вытянутой руки. Фразеологизм Дамоклов-меч У одного греческого тирана, неограниченного владыки, Дионисия-старшего, был приближенный вельможа Дамокл, который завидовал своему господину, считая его счастливейшим из людей. Царь решил проучить Дамокла. Во время пира Дамокла возвели на трон и стали оказывать ему царские почести. Вельможа был несказанно счастлив и еще больше стал завидовать своему господину. Но вот он поднял глаза вверх и замер в ужасе. Прямо над его головой, острием вниз, висел тяжелый меч, подвешенный на тонком конском волоске. Каждую минуту меч мог сорваться и поразить Дамокла. «Ну что теперь скажешь, Дамокл?» – спросил тиран. «Спокоен ли я на своем троне?» В эти роковые минуты вельможа понял, насколько опасна жизнь человека, которому он так завидовал. С тех пор выражение «Дамоклов меч» произносит, когда идет речь о нависшей опасности, которая может обрушиться в любую минуту. Фразеологизм Ахиллесова пята Ахилл – любимый герой множества легенд Древней Греции. Это непобедимый, отважный воин, которого не могли поразить вражеские стрелы. Легенда рассказывает, что мать Ахилла Фетида, желая сделать сына неуязвимым, окунула мальчика в воды священной реки Стикс. Но при этом она держала его за пятку, которая и оказалась незащищенной. В одном из сражений Парис, противник Ахилла, пустил стрелу и убил его, поразив в пятку. Стрела точно попала в питу Ахилла. Рухнул герой. Но, собрав последние силы, он крикнул врагам. «И после смерти я буду мстить вам!» Вот поэтому всякое слабое, уязвимое место человека называют Ахиллесовой пятой. Фразеологизм «Нить Ариадны» Это выражение пришло из мифа об афинском герое Тизее. Ариадна, дочь критского царя Миноса, помогла Тизею сразиться с ужасным Минотавром. «А чтобы ты вернулся из лабиринта», — сказала она, — «возьми этот клубок, прикрепи конец нити у входа. Будешь идти вглубь, разматывай клубок, а потом по нити найдешь обратный путь. И еще возьми этот короткий меч, который легко спрятать под тунику. С Минотавром голыми руками не справиться». С помощью клубка ниток, который она дала Тизею, он сумел после победы над чудовищем благополучно выбраться из лабиринта, жилища Минотавра. Переносное значение выражения «Нить Ариадны» — средство выйти из затруднения, руководящее начало, путеводная нить. Фразеологизм «Ящик Пандоры». В древнегреческом мифе говорится, что некогда люди жили, не зная никаких несчастей, болезней и старости, пока Прометей не похитил у богов огонь. Разгневанный Зевс придумал, как отомстить людям. Он послал на землю красивую женщину Пандору. Пандора получила в подарок от Зевса ларец, который она не должна была открывать. Однако красавица, подстрекаемая любопытством, открыла ларец и выпустила все заключенные в нем несчастья. Вырвались из заточения запрятанные в сосуд беды, войны, болезни, пороки и быстро распространились среди людей. Одна лишь надежда не успела выскочить из сосуда, прежде чем Пандора захлопнула крышку. Так пришли на землю зло и невзгоды. Днем и ночью подбираются они к людям неслышными шагами и, овладевая их чувствами, портят жизнь. Выражение «ящик Пандоры» имеет значение «источник несчастий, великих бедствий». Субтитры создавал DimaTorzok